Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Наступило долгожданное лето, которое сразу вступило в свои права. И радует своим теплом, если первые два дня июня идет дождь, весь месяц сухой. Таковы народные приметы. Но осадков не было, значит засухи не будет. А вот о чем поведают нам синоптики? В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 26-31, выше нуля и местами до плюс 22. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 29-31 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии завершился региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года-2022». И по этому случаю провели торжественную церемонию награждения. Она состоялась на базе аграрно-технологического колледжа в поселке Эркен-Шахар Ногайского района, где и объявили победителя. Кто этот счастливчик и о важности самого конкурса расскажет Альбина Ламкова. Образ современного педагога системы среднего профессионального образования постоянно повышает уровень педагогического мастерства. А конкурс «Мастер года» дает преподавателям эту возможность. Каждый из конкурсантов понимает, насколько это важно и старается, чтобы его труд успешно воплотился в образовательном процессе. Торжественная церемония по случаю завершения регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года-2022» запомнится надолго. И не только для конкурсантов, преподавателей профессиональных образовательных организаций, но и для гостей мероприятия. Со сцены звучали и торжественные речи, и любимые песни в исполнении артистов республики. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только мы, ослепительный мир. Ежегодно главная цель конкурса – повышение престижа педагогических профессий, распространение передовых идей в сфере образования и подготовки кадров, изучение и внедрение лучших из них не меняется. Уровень среднего профессионального образования сегодня растет. О том, что наши выпускники, именно благодаря вашей каждодневной работе, коллеги, наши выпускники сегодня востребованы работодателем. Вот обращаясь сейчас к конкурсантам, вы все профессионалы своего дела. Всего за звание лучшего на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года» боролись 10 кандидатов. Конкурсанты презентовали свои методические пособия и провели мастер-классы. В результате победителем стал преподаватель Аграрно-технологического колледжа Светлана Дюрменова. За время своей научно-педагогической деятельности мной написано более 80 научных трудов. Имею публикации в российских и зарубежных журналах. Благодаря этому конкурсу мы повышаем не только свою квалификацию, но еще мы упускаем высококвалифицированных специалистов. Обращаясь к гостям церемонии, директор Аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев отметил о важности и значимости события. И о том, что это большая ответственность представлять республику уже на заключительном этапе конкурса. Абсолютно уверенно могу сказать, что каждый из моих коллег-руководителей 24 часа в сутки живет судьбой своего коллектива, каждого ребенка. Сегодня колледжи республики являются категорией не только образовательной, это категория воспитательная. Победителя и призеров конкурса наградили дипломами и памятными подарками. А самое главное, все получили ценный опыт. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков. Весик Корчаева, Черкесия. Ногайский район. В республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошел вечер, посвященный памяти общественного деятеля, прозаика, народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Собравшиеся говорили о творчестве, о духовном наследии и о заветах Фазу Гамзатовны. Ахмат Халкечев подробнее. Поведное собрание, организованное во взаимодействии Минкульта нашей республики с постоянным представителем Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии. Мероприятие весьма значимое в деле гармонизации и укрепления джузских связей между нашими регионами. Они решили поддержать творческие коллективы филармонии, руководства колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова и Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Культура наших народов, традиции, вот все то самое хорошее, которое приведет у каждого народа, не имеет границы, а наоборот сбережает народы. Сегодняшнее мероприятие, которое проходит у нас в стенах нашей библиотеки, это лишнее подтверждение тому, насколько мы продолжаем вот эту духовную близость наших народов. При произношении имени Фазу Гамзатовна открывается целый мир, мир который полон тайн добра и истинного патриотизма. Творчество поэтессы восхаляет исключительную красоту ее малой родины Дагестана и великого наследия нашего Отечества, имя которому Советский Союз. У нее больше поэзии, у нее строки в основном о материнстве и о семье, чисто о дружбе, о созидательности, у нее больше материала, стихи, у нее тема такая. Семья, материнство и дружба народу и отношения, это все отражается в ее стихах. Фазу Гамзатовна Алиева родилась 5 декабря 1922 года в высокогорном селении Генич-Туль, Хунзакского района Дагестанской АССР. Отец будущей жемчужины дагестанской поэзии трагически погиб, когда маленькой Фазу не было еще и 5 лет, и каждодневный труд, и женский полвиг матери во многом и определили характер и творческий путь Фазу. Ее творчество многогранно, особый акцент в произведениях делается на неприходящие ценности. Если есть на земле и средь всех леков небытия, верования, достойное преклонение, если есть что-то чистое, светлое, возвышенное, что-то, говорящее нашей неудержимой тяге, бесконечному, смутному, зовущейся на нашем языке душой это искусство. Подрастающему поколению она завещает, берегите это все. Мы обречены быть вместе в нашей многонациональной великой России. Вам завтра придется писать, работать, творить чудеса в науке, во всех отраслях народного хозяйства нашей России. За вами будущее. Ахмад Халхичев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Москве прошло мероприятие, организованное Федеральным общественным детским советом при Уполномоченном по правам ребенка Российской Федерации. Нашу республику представила ученица гимназии номер 5 Черкеска, председатель детского общественного совета Карачаева Черкесии при Уполномоченном по правам ребенка Элиана Анишева. И в эти минуты в нашей студии Элиана расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о результатах своей поездки, о работе совета и своих предстоящих планах. Доброе утро всем. Доброе утро, Элиана. Я рада знакомству с тобой. Повод у нас сегодня такой знаменательный. Ты была в Москве, где состоялся детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка. И ты представляла нашу республику. Самое интересное, что ты являешься председателем нашего республиканского детского общественного совета. Мне бы хотелось узнать, как ты стала работать в этом направлении. Ведь ты еще школьница, в 10 классе учишься, насколько я знаю. Как эта тема появилась в твоей жизни? В совет я вступила три года назад, когда происходило обновление. И так как я всегда была активисткой школы, мой директор, наш директор нашей школы направил меня и, так скажем, поручил мне представить нашу школу. И с того дня, побывав на первом совете, когда я поняла, к чему вообще этот совет, потому что я тоже была абсолютно без понятия, о чем идет речь, я поняла то, что эта тема достаточно мне близка, потому что я хочу делать вклад в развитие нашего будущего и нашего прекрасного детства, строить это прекрасное детство для подрастающего поколения и освещать важные проблемы, именно оглашая мнение подростков, детей. Но для чего создан этот совет? Именно как раз таки для того, чтобы решать проблемы, зная мнение детей. То есть никто не сможет сказать, что думает ребенок, кроме него самого. Правильно. Поэтому этот совет был создан именно с той целью, чтобы знать взгляд изнутри детских проблем. А как тебя выбрали? Председателем? Ну, меня выбрали год назад, к тому времени я уже была замом и делала какую-то работу, показывала свою инициативу, свои амбиции. Действительно, все, что нам предлагали сделать, я делала от души, и потому что это действительно важное дело. Я думаю, ребята, и Наталья Александровна, и вообще весь аппарат полномочного видел это, и ребята проголосовали, чтобы я возглавляла. Поддержали себя. Да. Что касается твоей поездки, это первая такая встреча, первый совет, в котором ты тоже принимала участие. Какие у тебя впечатления, что вы там обсуждали? В первую очередь я хочу сказать то, что за эти три дня было просто огромное количество важных тем поднято, и огромное количество знаний нам дали, огромное количество опыта. У нас там проводились разные тренинги, конференции. У нас был тренинг по креативному мышлению, по лидерским качествам, по ораторскому искусству. В общем, нас подготавливали, как быть лидерами. Также одна из главных тем, которая там обсуждалась, это, конечно же, вообще тема этой встречи была «Прекрасное детство». Как построить прекрасное детство. И мы обсуждали разные решения, разные идеи, так как там собрались ребята практически со всей России, кто смог принять участие. Идея была просто выше крыши, я думаю, это можно представить. Потому что все мы там оказались неспроста, и нас туда отправили, чтобы представить свои детские общественные советы, рассказать о работе в наших регионах. И нас туда отправили, чтобы мы не подвели свои команды. Вы встретились с председателем полномочного по правам ребенка, я имею в виду Марию Львову Белову. Вы познакомились с ней? Да. Во второй день она к нам приехала на панельную дискуссию. Мы также ей задавали вопросы. Потом у нас была возможность с ней сфотографироваться. Но, наверное, самое такое впечатление, которое действительно нам запомнилось, то, что она такой родной человек. У нас была дискотека в последний день. И она была там вместе с нами, она танцевала вместе с нами в нашем кругу. И это, конечно, очень располагает к взрослому человеку, когда ты видишь то, что он с тобой на одной волне. Ну, она многодетная мама. Да. Ты, наверное, тоже хочешь быть многодетной мамой? Или ты пока не думала об этом? Ну, наверное, отвечать на такой вопрос 16 лет, это как пальцем в небо, потому что мы не знаем, что с нами пройдет даже через 5 лет. Но, в первую очередь, я хотела бы быть мамой, которая сможет обеспечить твердую почву под ногами своих детей. И не важно, сколько их там будет количество. Все-таки думаю то, что... Ты скромничаешь, ты уже это понимаешь. Все-таки ты же в теме, как говорится. Ну, как бы я думаю то, что если заработок моей семьи в будущем будет позволять мне дать все самое лучшее только одному ребенку, то я бы предпочла дать все самое лучшее одному ребенку, чем иметь много детей, и при этом обделять их и не давать им самое лучшее. Ну, тут же дело не только в заработке. Ну, в любви-любви я, конечно, могу дать всем. Я, конечно, хочу в будущем свою большую семью. И, опять же, это все зависит не только от меня. Но, конечно, я думаю, как любая девочка хочет большую семью, я тоже хочу. Я очень надеюсь, что она вправду у меня будет. И у меня со своим будущим спутником по жизни будет такая возможность иметь большую семью в плане и финансово, чтобы поддерживать, чтобы давать своим детям все самое лучшее. И растить достойное поколение. Что касается нынешней ситуации, ты в 10-м классе, как мы сказали. Насколько я знаю, ты круглая отличница. Занималась национальными танцами много лет. Мне бы хотелось узнать, кем ты хочешь быть в будущем? Я слышала, что что-то по юридической линии. Ну, сейчас я остановила пока что свой выбор на этом. А так, меня, наверное, с 5-го класса с одной стороны в другую. То есть у ордеса, то у актрисы. Я думаю, как у любого подростка, кто не может определиться. К сожалению, такой серьезный выбор возлагается на наши такие 16-15 лет. Но сейчас я подумала, особенно вот эта встреча произвела на меня большое впечатление. Я поняла то, что поступать на юриспруденцию, это как была бы база. И потому что с таким образованием, с этого обычно у всех все и начинается. Я думаю, что все-таки это будет твой осознанный выбор, а не выбор твоих родителей. Я знаю, что ты еще иностранным языком занимаешься углубленно, английским. Ну, конечно, это тоже очень пригодится. И знаешь, я бы хотела у тебя спросить, как бы не банально это звучало, свое кредо, свою цель, как юная девушка, как представитель подрастающего поколения, в чем ты видишь? Моя цель в этой жизни просто, чтобы я была счастлива, и чтобы моя семья могла обеспечить счастье своей семье. Но в плане, например, вклад в общество, я бы хотела, чтобы я сделала что-то такое, что-то такое большое, доброе, хорошее для общества. Я даже говорю, наверное, скорее всего, не о цели, а о чем ты мечтаешь? А, мечтаю. Объездить весь мир? Ну, конечно, это тоже. Но я, наверное, хочу постараться успеть все, что я думаю, успеть все сделать в этой жизни, успеть и там побывать, и там побывать, и то сделать, и создать большую семью, как я уже говорила. И, наверное, все-таки, как это и моя мечта, и моя цель сделать огромный вклад в развитие детства, потому что дети нуждаются всегда в поддержке взрослых. И я хочу стать такой взрослым, который в душе всегда будет оставаться ребенком, и всегда знал бы, что сейчас детей волнует, чем им можно помочь. Вот как, если честно, я взяла огромный пример с Марией Алексеевной, потому что действительно взрослый человек, но душой она всегда ребенок, поэтому она так вовлечена и в наши проблемы, и в то, о чем мы мечтаем. И она сейчас старается сделать все для того, чтобы наши мечты, наши цели стали реальностью. И когда я буду взрослой, я тоже хочу сделать такой огромный вклад в общество, в развитие этого детства, чтобы для детей действительно детство, когда они станут взрослыми, оставалось самым прекрасным периодом. Я почему-то думаю, что у тебя будет прекрасное будущее, и я желаю тебе успехов в жизни. Спасибо большое. И спасибо, что была в гости нашей программы. Спасибо большое. Спасибо тебе. Искрометные шутки и раскрепощенная актерская игра. В Кочегу имени Умара Алиева прошел фестиваль студенческой лиги КВН, посвященный 100-летию Карачаева-Черкесии, в котором приняли участие команды вузов и СУЗов республики. Организаторами фестиваля «Клуба веселых и находчивых» выступили Кочегу и Министерство по делам молодежи республики. Юмористические миниатюры оценил и наш корреспондент Алихан Лепшоков. С вами сборная института филологии «Так себе шутники». Восемь команд сегодня дарили свои смешные миниатюры зрителям и членам жюри. Все представители команд являются новичками, так как это первый КВН после пандемии. Каждый из участников «Клуба веселых и находчивых» продемонстрировал свой артистизм и свои музыкальные и танцевальные номера. Организаторы отмечают, что движение КВН начинает активно развиваться и что многие молодые студенты принимают активное участие. Получается, что уже несколько лет КВН у нас в городе не было. Это было связано с тем, что у нас началась пандемия, запретили массовые мероприятия и так далее. И сегодня мы с вами на таком возрождении движения КВН. Команды практически все новички. Поэтому прошу отдельно бурные аплодисменты в адрес наших команд. Предметом веселых сценок и миниатюр стали моменты, имеющие отношение к местному колориту Карачаева Черкесии. Очень точно было подобрано музыкальное сопровождение и сценировок и показана раскрепощенная актерская игра. В каждом районе вашей республики обитают свои иностранные азиатские кланы. Малокарачаевские узбеки, черкесские индусы, а в Карачаевске туркмены. Чисто разделили ваш Кавказ между собой. Жюри с особым интересом следили за выступлениями команд и подчеркнули, что сегодня необходимо уделять особое внимание начинаниям молодого поколения и стараться оказывать свою поддержку им в подобных мероприятиях. Я безумно рад тому, что в нашей республике это появляется. Я хотел бы сказать сейчас огромное слово благодарности Карачаевскому государственному университету за то, что именно здесь, сейчас, в КВН жили. За то, что ООН, этот университет, создает стимул, благодаря которому вся республика думает о том, как же пройдет КВН, кто же здесь победит. В итоге победителями стали две команды. Далеко не гуманитарии, физико-математического факультета КЧГУ и проект «Ирония» Северокавказской государственной академии. Команды сегодня показывали очень хорошее, достойное для их уровня выступление. Но, к сожалению, как и во всех видах спорта или же в том же мире природы, оказался кто-то сильнее. Сегодня помимо нас еще оказалась другая команда, которая тоже была сильнее. Но жюри решили, что будет два первых места, два вторых места. Чувствуем счастье. Другие команды тоже были хорошими. Но, как сказать, они нам не соперники, они нам оппоненты. В следующей игре им желаем тоже удачи. Организатор КВН уверен, что подобные мероприятия позволят привлекать молодежь к активной общественной жизни и популяризации движения клуба веселых и находчивых. Алихалип Шоков, Аслан Гирюга, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева, Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.